Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Митя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Едем к староверам, и дальше на обычной машине проехать нельзя. А сейчас мы находимся на поле китайца Паши, который нас сюда привез. Потом сам себе, значит, ферму открыл, технику купили, землю взял. Строительство этого моста – это целая история в интернете. Мы еще на российской территории? Да. Россия. Всегда холодно. И ничего нельзя. А здесь вот уже, вот моя рука, она на территории свободы. В Китае. Привет! Спасибо, что продолжаете смотреть вместе с нами наш увлекательный YouTube-сериал под названием «Дальневосточный гектар». Мы ищем место, которым мы можем взять сами по гектару и предложить тысячам других людей взять гектар... Тысячам наших друзей. Да. Предложить взять гектар вместе с нами, чтобы объединиться в огромный производственный кооператив, который будет, собственно, что-то производить. А что будет сводить, мы выясним тогда, когда мы определимся с местом. Сегодня мы и направляемся посмотреть одно из тех мест, где есть точки, где мы можем получить наши и ваши гектары. Это села Амурзет и Екатерина Никольская, где вроде бы, согласно сайту на дальневосток.рф, есть свободные места под дальневосточный гектар. Туда мы и едем, и приглашаем вас присоединиться к нам. Туда мы и едем, и едем, и едем, и едем, и едем. А это данный СМЕРС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А у нас нет сабаренды. А где у нас сабаренды? У нас нет сабаренды. Чтобы совместно использовать. А, ну, да, это, да, у нас сегодня миллион. Миллион двести пятьдесят долларов. Но это будет в восемнадцатом году. Это в восемнадцатом году. Вот тогда, когда мы будем что-то думать, как мы поможем нашему приходу. Правильно? Да. Образовался плавун, остров такой, да? Он ходил, ходил, ходил по озеру и заткнул, куда идет сброс. Шлеза? Нет, сброс где был. Заткнул, вода снова поднялась, перелилась. И это размыло, размыло такое, значит, где-то примерно тысяча семьсот кубов. Вот. В прошлом году мы освоили, ну, кубов четыреста, наверное, пятьсот. То есть еще много. В смысле освоили? Ну, там мы засыпали. Сил не хватает. Денег мы угробили в прошлом году за эскаватор и за все это. Мы заплатили где-то четыреста семьдесят тысяч. А если взять посмотреть, то вроде как мы ничего не сделаем. Там еще успеть до мороза подбетонировать, да? И на этой площадке поставить старушку. Эскаватор есть, то есть можно сделать какой-то бассейн. То есть накачали. Маленькие дети, они живут, и... Ну, как? И удаленность от Амрузета, от райцентра недалекая, в принципе. На самом деле меня этот сход очень приятно удивил. И меня приятно удивил. Таким образом, тем, что любые собрания, любые собрания вообще, это чаще всего просто болтовня, крик, ну, или какая-то подсказуха. То есть, ну, что-то несущностное, то есть формальная вещь. В данном случае мы присутствовали на собрании людей, которые абсолютно точно знают, что они делают. Причем они не просто планируют что-то в будущем, они уже что-то сделали. Уже конкретные расчеты, что потратили столько денег на то, на то, столько-то ожидаемая прибыль, доход сейчас уже такой. Слушай, меня прям... Давайте там вложим в то-то, проголосовали. Причем, то есть такая вот демократия, примерно, то есть проголосовали, решили там, но при этом не превращаясь в хаос, там, не кооператив-гараж, да? Мы-то ехали и думали, вот, наверное, тут можно будет какую-нибудь туристическую штуку сделать с казаками. Может быть, там, можно будет какой-нибудь музей открыть, ресторан там, или еще что-то, куда возить туристов из Китая. А оказалось, что они сами фермеры, что можно с ними делать и фермерский бизнес, и их вовлекать в кооператив, и еще как-то... Собственно, туристическая идея у них тоже есть. Да, и туристическая идея у них тоже есть. Это меня очень... То есть, вообще, получается, что наша гипотеза, она такая очень живая. Абсолютно, и здесь она очевидна. И что мне, знаешь, еще вот сразу появилась мысль. Из села Пашково, которое выше по течению Амура, из села Радде, досюда, конечно же, может ходить кораблик. Туристический, может быть, или не туристический, просто пассажирский. Он может быть... это все может быть объединено в какой-то один кластер, и это будет как раз называться Монамур. Ну, что, не выдают тут коляски. Пришлось самому делать ее. Ну, и то, чем мог, помогал. То колеса, то железо давал. С рождения врачи ноги переломали. Я уже закончил учиться. Я сейчас работаю в храме от Спиридона. Послушники дуэвошные тоже помогают. Здесь родился, вырос, работаю, служу. Здесь, наверное, когда вы родились, православных храмов уже не было, наверное, да? Не было ничего, да, потому что последний храм, который уже был переделан под клуб в селе Екатерина Никольского, в селе Пузино, был разрушен где-то в конце 80-х годов. А вы мне когда сказали, что еще работаете в школе, я подумал, наверное, там законы божи преподаете, а вы говорите, информатику. Это интересно. Ну, уже 18 лет преподаю. В священном сане я всего 5 лет. А в информатику, да, 18 лет. То есть вы по образованию, у вас какое-то техническое образование, да? У меня педагогический, аэробиджанский, заканчивал, сейчас закончил семинарию и вот в Московскую Духовную Академию по благословению Владыки поступил. А скажите, пожалуйста, какое вообще вот вы видите будущее для этой земли, для людей здесь живущих? Вот если честно, на сегодняшний момент. Если честно, на сегодняшний момент представить страшно, потому что видя, как каждый год пустеют села, разрушаются дома, закрываются какие-то предприятия, организации, думаю, что конец. Но потом встречаешь людей, которые действительно хотят работать, трудиться на этой земле. Некоторые приезжают с разных других регионов и что-то пытаются делать. Если вот будут такие люди, которым не безразлично, то здесь будет идти жизнь. И я думаю, она и должна здесь идти, потому что недаром вот такую землю Господь дал нашей стране, нашим людям. Тем более она обогрена кровью тех первых казаков, которые здесь стояли, удерживали эти рубежи. Земля очень интересная по истории, по всему. Поэтому Россия не должна ее никак потерять, сделать все, чтобы здесь Россия все-таки утвердилась до конца. Кому мы нужны? Мы только Богу нужны. Вот мы приходим, молимся к Богу для того, чтобы Господь нам помог на выживание, чтобы просто выживать. И вчера у нас было собрание с главой, что вообще говорят, что нужно закрыть вообще больницу нашу. Вы понимаете, что? А что будет дальше? У нас роженицы едут за 250 километров в Биробиджан рожать. Вы понимаете, что это такое происходит? Двое рожениц у нас по дороге родили, и кровотечение открылось. Кое-как спасли. Это очень страшно. Я говорю, никому мы не нужны. Мне, например, никуда не хочется ехать, потому что я здесь родилась, здесь выросла, здесь мои корни. Мне кажется, что в сегодняшней России, если говорить о некоторых таких моральных проблемах или проблемах, которые требуют осмысления, переосмысления, на первом месте стоит проблема того, что общество до сих пор не осознает, как кажется, того ужаса, который происходил в советское время на нашей земле. И того, просто не осознает того количества людских жизней, которое было уничтожено, и того количества вообще людей, которые пострадало, и не осознает, что на этом кровавом фундаменте были выстроены все вот эти вот достижения советские, которыми привыкли мы все гордиться как бы. И вот мне очень приятно, действительно приятно, что здесь проходит, как оказалось, неожиданно, как оказалось, как рассказал нам батюшка, проходит день памяти жертв политических репрессий, что они чтят новомучеников. Вот у тебя иконка, я так понимаю, как раз местная. Местный святой Иоанн Демидов, который погиб в лагере около Бербежана, и был причислен к лику святых. Да, и это вот, ты знаешь, мне кажется, очень важно, чтобы мы помнили о том, что было до нас, и какую цену пришлось заплатить за то, чтобы мы вот здесь стояли. И вообще, что происходил, какой ужас происходил на этой земле, на всей нашей земле, потому что, ну, не зная и не помня этого, никакого светлого будущего построить, мне кажется, будет невозможно. Правда. Это просто, просто разрыв шаблонов некоторых. У меня разрыв шаблонов каких? Первое, что вдали нет жизни. Как же нет жизни, она тут бурли. Да, проявляется. Второй разрыв шаблона, что, значит, казаки бездельники ряженые. Вот они тут, а еще какие дельники? Да. И третий разрыв шаблона, что все, значит, сходят с ума от советской власти и не помнят ужаса, который был на нашей земле. И тут вот поминают этих людей, помнят об этом ужасе. А вот тут опять же, едем смотреть на фермера, который взял гектар, построил на нем дом, еще выиграл грант, то есть доказывает, что это возможно. Да, вот тут интересно, правда ли это? Ну, сейчас и узнаем. Здравствуйте. 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 Да, вот так вдоль берега и хотим сделать. То есть это будет туристический объект? Да, туристический. Жители района могут сюда приезжать свободно, загорать, ловить рыбу, отдыхать. Мы хотим именно поставить домики, чтобы люди полноценно приехали сюда с семьей, с детьми, чтобы сделать игровую площадку для детей, чтобы людям было интересно. Не просто приехать сюда, рыбу половить, а чтобы познакомиться с казачьей культурой. Вот где-то здесь они нам предлагают взять гектар. Это чья зима? Ну, пока она еще... Ничья. Я думаю, что ничья. Но вы посмотрите, вот даже сейчас навигатор откройте ваше местоположение и покажут. Я это не хочу, да. Вот. Вот это вот все они нам предлагают, говорят, пожалуйста, берите, оно ничье. А мы сейчас здесь стоим. Это правая сторона. Да, вот это вот оно и люди. Что вот это все, вот это все незнание. Читайте, вот туда вся мизина, все болото ваше. Лягушек разводите. Не, ну неужели тут везде только... Ну, не везде, но вы же понимаете, да, сами? Вот смотрите, вот если есть поля, а не есть поля, на них люди что-то работают. В общем, оказалось, что вот этот пруд, который казаки строят, дамба, находится как раз в том самом месте, в котором мы собирались посмотреть. Это те гектары, которые нам было предложено сайтом. Поэтому единственный вариант посмотреть на то, что окружает этот пруд, эту дамбу. Вот, скажем, вот эта вся земля. Ну да, тут как раз и есть эти тысячи гектар, которые мы видим на сайте на дальневосток.рф как свободные. И это довольно такая заболоченная и пустынная. Ну там видно, что вот тоже, видишь, тоже пруд. Видишь? Да, да, да. То есть, если в принципе здесь создать какое-то сообщение с этим прудом и здесь создать какое-то водное пространство, ну тогда можно говорить о какой-то такой вот каскадных каких-то прудах или что-то такое. То есть о создании водного пространства и каким-то образом обыгрывать. Мы приехали посмотреть, как здесь живут казаки и посмотреть на тот гектар, который мы выбрали по сайту на дальневосток.рф. Но сверху уж видно не все. Люди точно не видны, да и места не видны. В общем, мы нашли отличное свободное место, которое казалось бы отличным нам сверху. Но мы приехали и посмотрели на него своими глазами и поняли, что, к сожалению, это... Место неотличное. Да, место не очень хорошее. Отличное от отличного. Да, но отлично от отличного. И, к сожалению, мы будем вынуждены отказаться именно от этого участка земли. Несмотря на все планы, которые мы здесь могли бы реализовать или все вещи, которые здесь реализуют. Слишком оболочистое. Да, слишком оболочистое. И это, конечно, та проблема, с которой сталкиваются очень многие. Говорят, что берут участок по интернету, приезжают на место, а там, к сожалению, в реальности какая-то фигня. И на самом деле надо понимать, что если вы хотите гектар, то вот ткнуть на карту пальцем... Не самый правильный вариант. ...поцентов, да, что вы попадете куда-то совсем не туда. Поэтому без выезда на место это сделать сложно. Поэтому мы, в общем-то, продолжаем наше путешествие дальше в поисках... Лучшей жизни. Лучшей жизни в поисках правильного места для нашего кооператива. Ну, а здесь мы нашли удивительных людей, наверное, хороших друзей. И на будущее прекрасных патриотов своей родины, которые принимают... И партнеров кооператива. Да, и партнеров кооператива, которые принимают действительно серьезное участие в будущем своего села. И на которых действительно можно положиться и надеяться, что они здесь построят действительно хорошее будущее. Ну, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Звоните колокольчик. Да, звоните колокольчик. Оставляйте комментарии. И мы продолжаем путешествие по Дальнему Востоку. Субтитры сделал DimaTorzok